Максимально поразить флот соперника за 10 минут и спрятать от его армии свои корабли – задача не из легких. В этой игре мы сражались в детстве, но взрослые будни ставят перед нами другие задачи. А ведь иногда так полезно вернуться в беззаботное время и проявить смекалку. Турнир по игре «Морской бой» в Воскресенске уже во второй раз собрал участников с ограниченными возможностями здоровья из пяти округов Юго-Восточного Подмосковья. В детстве мы там и в Зорнице играли, и в городки вспомнил сто лет в этом году городкам. То есть вот хочется, это же детская игра, да? А мы взрослые все, но она все равно игра для взрослых, серьезная игра, поэтому как бы ты вроде и туда куда-то возвращаешься. А с другой стороны это же все время надо думать, надо следить за тактикой соперника, навязывать свою там тактику. Это в обычной жизни участники муниципальных организаций Всероссийского общества инвалидов являются добрыми друзьями. А в интеллектуальных соревнованиях каждый стремится достойно представить свой округ. Командам из Егорьевска, Шатуры, Озер, Ленинского городского округа и, конечно, Воскресенска пришлось вспомнить все возможные тактики ведения морского боя. Мы приезжаем на морской бой, на воскресенский эрудит, и я всегда говорю, с таким желанием сюда ехать, наша команда приезжает, мы с удовольствием сюда приезжаем, потому что здесь позитив, энергетика просто необыкновенная. Хотелось бы, конечно, выиграть, конечно, но мы ценим, что тут у нас достойные соперники, и, ну, хотелось хотя бы в тройку лидеров попасть, очень хочется. Совсем не детские страсти закипали в любимой многими с детства игре. Воскресенская команда «Виктория» по праву считается одним из лидеров спортивных и интеллектуальных соревнований. Секрет прост – к любому испытанию наши ребята подходят с позитивным настроем. В детстве играли и вроде бы решили, почему не сыграть сейчас. Очень азартная игра и очень интересно, когда решаешь судьбу морского боя. Неужели дома сидеть и заниматься обыденным, когда можно выехать, отдохнуть, в азарт войти. Это очень здорово и для здоровья, и для настроения, и вообще. И погода прекрасная. Главное, конечно, участие и общение, но и кубки получать приятно. По итогам турнира в тройку лидеров вошли команды из Воскресенской и Шатуры, занявшие третье и второе места соответственно. Чемпионами стали участники из Егорьевска. Юлия Теунова, Евгений Стародубов. Новости Искровект.